Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте уважаемые коллеги! Я как всегда рад вас приветствовать на нашем очередном мероприятии на вебинаре в рамках Директ Академии. Сегодняшняя наша тема связана с историей искусства и искусствоведения и проведет ее наша постоянная ведущая Марина Пивень. Тема нашего сегодняшнего вебинара Рафаэль цикл время титанов но прежде чем предоставить слово Марине я хотел бы прокомментировать несколько ссылок которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт на его главную страницу на расписание и в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия которые произойдут до конца нашего учебного года до июня 2019 года. Мероприятие в расписании большое количество мероприятий уже более 160 если читать считать с начала нашего года будет еще больше потихонечку мы наполняем наше расписание регистрируйтесь чтобы не делать это потом уже в реальном времени скажем так вторая ссылка ведет на наш видео канал на ютюбе на который я вам очень рекомендую подписаться и на этом канале ориентировочно завтра к вечеру будет выложена запись нашего нынешнего мероприятия. Третья ссылка ведет на нашу страницу с онлайн-курсами я рекомендую и тем кто выбирает онлайн-курс для обучения сейчас там представлены 7 онлайн-курсов вот 7 прямо 8 готовится буквально в эти часы и скоро скоро появится тоже там ну и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов сертификат вы сможете приобрести сразу после посещения вебинара по вот этой вот ссылке как всегда я хотел бы представить еще вам три следующих мероприятия которые должны состояться на этой неделе два из этих мероприятий завтра в 12 часов и послезавтра в 12 часов прошу прощения я тут не проставил часы так вот два эти мероприятия проведу я первое из них завтрашняя будет окончанием трилогии по бури бесплатных инструментов для разработки учебного контента и будет посвящено интерактивным элементов учебного контента те из вас кто посетил два предыдущих моих вебинара вот я думаю что имеет смысл на них на этом тоже появится и 25 в четверг будет тоже мой вебинар который называется сам себе бильд редактор как преподавателю правильно подбирать иллюстрации и медиафайла и это мероприятие оно посвящено тоже очень важному моменту в деятельности современного преподавателя умению правильно подбирать иллюстрации и вот вторая из приведенных ссылок я обращаю внимание забыл написать что здесь мероприятие пройдет в пятнадцать ноль ноль это перенесенное с прошлой недели мероприятие марина орешка перенесенная по ее болезни называется оно интересные онлайн сервисы для цифрового сторис стори тэлинга ну марина у нас тоже постоянный марина орешка у нас постоянный спикер ее вебинары всегда вызывают большой интерес особенно в библиотечной среде так что я очень советую вам его посетить ну что ж на этом мое вводное слово закончено и я хотел бы передать слово сегодняшней ведущей марине пивен пивен для проведения сегодняшнего вебинара марина прошу на связь добрый день уважаемые наших вебинаров посвященных крупнейшим мировым художникам европы напомню что сегодняшняя беседа представляет вторую часть из цикла и сегодня мы снова будем говорить о художнике эпохи возрождения мы подобрали имена мастеров таким образом что уделяем внимание прежде всего художникам в чем творчестве воплощены идеалы стиля высокого возрождения то есть периода когда вот те эстетические критерии те качества искусства сложившиеся в предшествующий период доводится ну можно сказать до максимальной высоты и сегодня мы будем говорить о сложении стиля высокого возрождения на примере одного из крупнейших мастеров этого времени напомню что высокое возрождение это период когда в искусстве воплощен воплощается гуманистический идеал гармоничной личности свободны абсолютно в своих творческих потенциях познания мира искусство этого периода проникнуто верой в творчество человека в его возможности и что касается формы что касается качества самих произведений то они отмечены следующими особенностями мастера опускают все незначительные с точки зрения общего замысла подробностей и собственно именно к этому периоду максимально может быть применена следующая характеристика произведений внутренняя гармония и совершенство форм в этот период мастера создают образы человека прекрасного во всех отношениях физически сильного умелого волевого и прекрасного духом в то же время при при том что мастера отталкиваются всегда от тех принципов которые они стремятся брать из природы то есть подражать природе в создании образов стиля высокого возрождения присутствуют черты идеализации ну и собственно говоря все все вышесказанное получает развитие прежде всего в первые десятилетия в центре религиозном центре Италии в Риме собственно Рим предлагает художникам наиболее важные заказы этого времени так в 1503 году на папский престол восходит папа римский Юлий второй из семейства Ровера в 1513 году после смерти Юлия второго папой римским становится лев десятый из семейства Медичи и собственно в этот период Рим привлекает крупнейших мастеров в Рим приезжают архитектор Доната Браманто в Риме подвизается Микеланджело Буаноротти в 1508 году сюда прибудет и Рафаэль и собственно именно с Римом будет связано сложение вот этого высокого стиля такого монументально героического идеализированного стиля высокого возрождения но прежде чем перейти к вот этой абсолютной кульминации развития стиля поговорим о ранних годах творчества мастера потому что естественно что наивысших достижений он добивается в период зрелого творчества которое наступает очень рано и собственно Рафаэль добивается огромных успехов будучи уже совершенно молодым художником надо сказать что современники отмечали не только его художественные таланты так и само совершенство личности рафаэля тоже вызывало чрезвычайную любовь современников так Джорджи Вазари в своем жизнеописании наиболее знаменитых живописцев воятелей из отчих говорит нам следующее что по велению природы в Рафаэле воссияли во всем своем блеске и в сопровождении столь великого обаяния усердия красоты скромности и высшего добронравия все те наиболее ценные душевные добродетели Рафаэль родился в семье художника приборного художника герцогов урбинских Джованни Санти и собственно с урбинским двором будет связана будет связана его биография во многом он будет получать заказы от семейства герцогского он будет получать протекции от герцогов надо сказать что ранний период обучения Рафаэля безусловно связан с мастерской его отца но Джованни Санти умер в 1494 году и следующим учителем учителем Рафаэля в этот период становится глава умбрийской школы живописи Петра Турджина надо сказать что Рафаэль впитывает многие черты характерные для особенностей умбрийской школы это мягкость манеры это состояние спокойствия лиризм образов плавность линий такое мечтательно созерцательное состояние героя что можно собственно увидеть на примере некоторых ранних работ художника таких как образ Святого Себастьяна таких как фрагмент представляющий голову ангела из пинокотеки Тозио это фрагмент большого алтаря блаженного Николая Толентинского работа которая выполнялась Рафаэлем совместно с помощниками для Андреа Барончи по заказу для церкви в городе Читадель Костелло и надо сказать что когда мастер создает это произведение ему всего лишь 17 лет но уже договор контракт который заключается с художником а имя Рафаэля в этом договоре стоит первым именует его магистр то есть в это время Рафаэль уже известен как вполне самостоятельный и как вполне самостоятельный и успешный мастер о том влиянии которое оказывает Перуджина на работы раннего Рафаэля мы можем судить по таким композициям например как картина алтарная картина обручение Марии вы можете сравнить собственно две композиции первая так что справа принадлежит учителю Рафаэля Перуджина сцена представляет вот такой житейный эпизод из жития Девы Марии сцену обручения Марии с плотником будущим святым Иосифом и в целом Рафаэль создает композицию которая перекликается во многом с работой Перуджина так на переднем плане собственно расположены все участники фигуры участников этого этой церемонии в дальнем плане расположено вот такое здание храма но надо сказать что Рафаэль несколько меняет композицию так некоторых персонажей он переносит на противоположную сторону собственно меняет и расположение группы женских персонажей и группы мужских персонажей то есть тех самых неудачливых женихов которые сгруппировались за фигурой Иосифа нельзя не отметить что композиция Рафаэля выглядит более удачной потому что тот образ центрического храма круглого который не имеет собственно аналогов который придуман Рафаэлем хотя в целом он созвучен поиском архитекторов высокого возрождения поиском именно в сфере создания центрического здания в частности ротонды так отчасти он конечно перекликается с часовней Сан-Фьетро и Монторио Браманте но собственно в пространственном отношении композиция Рафаэля выглядит более удачной и скорее может быть сопоставлено здесь в этом отношении сопоставление фигур переднего плана пространство за передним планом и собственно постройка вдали с другой работой своего учителя с фреской из секстинской капеллы которая представляет сцену передачи ключей апостолу Петру в остальном же в наклонах головы в поворотах мягкости линий тоже чувствуется характер умбрийской школы точно так же мы можем обратить внимание и на созвучие на созвучие еще двух работ собственно композиция положение вагруб была была создана для частной заказчицы для семейной капеллы в церкви в Перудже Аталонте Бальоне и собственно этим заказом вот такая дама знатная хотела увековечить память погибшего своего погибшего незадолго до этого сына сравним опять-таки две композиции которые безусловно имеют отношение друг к другу так справа более ранняя композиция сцена оплакивания Иисуса Христа и выполнена она учителем Рафаэля Перуджина Сама компоновка фигур расположение фигуры мертвого тела Христа на переднем плане то как трактован пейзаж в дальнем плане даже собственно вот перекличка совершенно заметно между тонким деревцем которая возникает и в одной и в другой картине деревца тоже абсолютно в перуджиновском стиле с таким тонким стволом прозрачной кроной но в то же время нельзя не обратить внимание на то что эта композиция у Рафаэля получает больший драматический нокаут Рафаэль вводит более сложные ракурсы здесь мотив представлен вот таким движением несением тела мертвого Христа и эта композиция создана в период когда мастер уже приехал во Флоренцию в 1504 году то есть после знакомства с работами флорентийской школы живописи в которой больше внимания как раз придавали соответственно большему разнообразию движений телу человека и мы видим что в положении вагру Рафаэля мастера интересуют обнаженные фигуры более сложные контрасты более энергичное движение таким образом представлено на этой композиции в целом творчество Рафаэля можно разделить на три основных периода первый умбрийский второй флорентийский когда Рафаэль знакомится с характерными чертами крупнейших работ крупнейших мастеров флоренции этого времени в первую очередь таких как Леонардо и Микеланджело и давайте посмотрим еще на некоторые работы раннего периода так кумбрийскому периоду принадлежит композиция алтарная картина представляющая сцену коронования Марии для церкви Сан-Франческо в Перудже и опять таки вот такая ясность композиции прописанность лиц говорит о том что совсем молодой мастер уже в общем-то в чем-то начинает превосходить своего учителя во время своей работы во Флоренции художник пишет две небольшие картины аллегорического содержания первое это сон рыцаря ну на самом деле сюжет этой картины он аллегорический и очевидно часто сравнивают этот сюжет с такой аллегорией восходящей к античности сна Сципиона либо сна Геркулеса когда вот такой молодой и сильный герой являются к нему две в облике двух женщин которые в данном случае рассматриваются как персонификацией ну собственно два возможных выбора пути выбор связанный с легким путем путем наслаждения либо выбор более сложный связанный с многими лишениями упорным трудом с ратными подвигами размеры картины а вторая картина близкая по размеру этого же периода представляет нам тоже образ аллегорический трех граций собственно иконография этого изображения уходит опять таки восходит к античности размеры небольшие всего 17 сантиметров по стороне говорят нам о том что это могли быть какие-то декоративные вставки для мебели например Рафаэль известен как художник живописец Мадонна иногда его так даже именовали собственно дело в том что действительно в период флорентийский он создает большое количество изображений Мадонну в первую очередь по частным заказам которые предназначались для индивидуального благочестия так Мадонна которая хранится ныне в государственном Эрмитаже она сохранилась с оригинальной рамой что собственно представляет собой достаточно редкий случай и тоже показывает нам характер вот такого лирического образа абсолютно где тоже мы видим и вот такую красоту юной Мадонны работа совершенно небольшая но композиция настолько удачна что образ представляет представляется нам вот таким достаточно монументальным вот такое состояние созерцательности характерный умбрийский пейзаж прозрачный отмечают черты манеры раннего ранних работ Рафаэля работая во флорентийский период Рафаэль написал не меньше 15 образов Мадонны и собственно в этот период на его композиции оказывают влияние прежде всего работы передовых художников флорентийских в частности Леонардо да Винчи что касается композиционных поисков то они связаны в период флорентийский с поисками решения фигуры Мадонны в пейзаже ну давайте мы посмотрим еще работы относящиеся к раннему флорентийскому периоду в частности известен вот такой рисунок в котором мы видим фигуру вписанную в круг в данном рисунке эскизе фигура Мадонны держащей на руках младенца обратим внимание на то что на этом рисунке видны линии намеченного пейзажа за спиной Мадонны собственно этот рисунок сопоставляется сегодня с двумя ранними произведениями мастера во первых это Мадонна Грандука свое название Мадонны великого герцога она получила по собственно титулу будущего владельца этого произведения и хранится она сейчас в Платинской галерее вторая композиция которую тоже связывают с рисунком который был представлен ранее это так называемая значит небольшая или маленькая Мадонна Купера которая хранится в Национальной галерее искусств Вашингтона собственно в одной из них есть тот самый намеченный пейзаж тогда как другая композиция Мадонна Грандука представляет нам Мадонну стоящей что ближе к рисунку но на вот таком непроницаемом темном фоне на самом деле исследования технологические которые были проведены показали что первоначально композиция представляла Мадонну с младенцем в окне в комнате со сводчатым окном за которым как раз открывается пейзаж когда появился вот этот темный фон ну пока не совсем понятно было ли это сделано самим рафаэлем чтобы подчеркнуть такую монументальность Мадонны убрать все лишнее из композиции все что отвлекает нас от лицезрения главного образа либо же это было сделано позже уже в истории бытования картины в позднейшие времена с ранним периодом связана и вот такая композиция также хранящаяся в отечественном собрании в государственном эрмитаже которая представляет святое семейство ну и по вот такому необычному мотиву который здесь можно видеть в частности отсутствие у Иосифа бороды да то есть мы видим выбритое лицо у Иосифа второе ее название такое условное Мадонна с безбородом Иосифом тоже собственно относится к это произведение относится к флорентийскому периоду но заказчиком его очевидно выступали его урбинские покровители ну в частности возможно что картина была написана для правителя Урбина Бивидабальда Монтефельд Ряд Мадонну непосредственно отражает влияние Леонардо да Винчи в частности давайте вспомним композицию Мадонна в гроте Леонардо где Леонардо размещает группу фигур Мадонну младенца ангела мальчика Леона Крестителя непосредственно в природном окружении пейзажа то же самое делает и Рафаэль в ряде работ также собственно композиционное построение картин тоже отражает влияние Леонардо и вот эта Мадонна которая выполнена была для частного заказчика для дома Лоренцо Нази и вторая Мадонна которая условно именуется прекрасной садовницей потому что изображена Дева Мария здесь в природном окружении в окружении цветов и та и другая композиции выстраиваются по пирамидальному принципу то есть вот такой треугольник но фигуры объемными поэтому скорее не треугольник а именно пирамида здесь в основе композиционного построения ну вот в этом слайде лучше видны собственно вот такие чистые красивые сочетания красочные опять-таки чрезвычайно гармоничные где теплые холодные оттенки насыщенные цвета показывают нам вот такой богатство колористического дара молодого художника и опять-таки в характере пейзажных мотивов тоже мы видим влияние умбрийской школы прежде всего перуджина ну а в том как прописано дай вот такая легкая дымка которая затуманивает горизонт конечно безусловно чувствуется развитие леонардовских принципов живописных в этот период художник пишет ряд образов мадонны близких по композиционному строению так в некоторых вариантах как в случае с мадонной мадонной каниджана каниджане где собственно мадонна написана была по случаю бракосочетания доменика каниджане и лукреции прескабальди возможно предназначалась композиция это для домашней капеллы супругов так вот здесь собственно появляется еще один персонаж это святая Анна но композиционное строение схожее то есть опять-таки все фигуры вместе образуют пространственную пирамиду а действие точно так же развивается в пейзаже в некоторых вариантах мы видим как Рафаэль ищет удачных композиционных решений которые позволили бы от этой пирамидальной схемы отойти в частности в таких работах как святое семейство с ягненком хранящиеся в музее прадо ну и продолжая тему мадонн конечно мы отметим возрастание мастерства Рафаэля и развитие собственно принципов уже того самого большого стиля в его творчестве в его римские работах выполненных уже в римский период в 1508 году напомню Рафаэль приезжает в Рим в этот период он также создает ряд образов мадонн это прежде всего большие достаточно монументальные алтарные композиции ну а также и собственно более камерного характера работы для частных заказчиков ну в частности вот в этой мадонне с младницей анном крестителем мы снова видим композиционный пирамидальный принцип в некоторых образцах как например в мадонне альба которая ныне хранится в национальной галерее Вашингтона собственно пирамида тоже присутствует но она становится вот такой композиция становится более развитой в частности в следствие вот такого разворота фигуры мадонну мадонну усаживает рафаэль здесь непосредственно ниже прямо на землю и дает ее фигуру в повороте сама картина имеет круглый формат собственно интерес к круглой картине характерен чрезвычайно для художников возрождения и мадонна альба один из подобных примеров можно видеть собственно опять таки эскиз рисунок в лильском музее хранящийся в котором мы видим как вот эти поиски собственно такого более сложного но в то же время гармоничного композиционного решения осуществлялись художником ну и собственно еще одна картина в форме тонда мадонна кресле из латинской галереи собрания дворца питти где мы видим как фигуры становятся более крупными ну и собственно вот эти мадонны отражают тот тип мадонны который сложился на протяжении раннего возрождения когда мы видим мадонну юной и прекрасной как жительница городов италии когда мадонна прекрасна вот такой абсолютно земной красотой когда образы мадонны являют нам такой образ счастливого материнства материнских чувств в более поздних композициях вот такого более монументального формата как например мадонна дефолинья которая сейчас перед нами размеры собственно здесь указаны да мы видим что это монументального формата композиция в алтарных картинах этого времени наиболее собственно популярен именно вот такой тип картины вертикально ориентированный формат с закругленной верхней частью мы видим образ мадонны который ну в целом представляет развитие традиционного типа изображения мадонна в окружении святых который получил название святого собеседования но в отличие от ранних флорентийских мадонн где образ девы с младенцем возвышается на троне здесь мы видим как рафаэль переносит мадонну буквально поднимает ее на облака усаживая выше фигур святых которые расположены на земле и собственно верхняя часть композиции стремится к такому круговому решению мадонна окружена здесь вот такими облачными херувимами она не только восседает на облаках но ее окружают вот такие облачные лики маленьких ангелов это мотив который будет развит в наверное самой известной композиции посвященной мадонне соответственно мадонна которая написана была для алтаря церкви монастыря святого сикста по запказу папы юлия второго и ныне хранится в дрездене ну посмотрим еще одну собственно мадонну работы зрелого зрелого римского периода творчества рафаэля это так называемая мадонна с рыбой поскольку мадонна здесь вот в такой традиционной композиционной схеме где мадонна представлена сидящей на троне рядом с ней изображены фигуры святого иеронима и фигура архангела рафаила с мальчиком тови который держит собственно вот тот самый атрибут рыбу собственно история тови почему здесь появляется рыба да связано с эпизодом из ветхого завета в котором рассказывается как ослепший отец отправил ну вот такого юного совершенно своего сына товию в далек в далекий достаточно край за получением долга и чудо заключается в том что в этой в этом сложном путешествии мальчик и сопровождал никто иной как архангел гаврии неузнанный который оберегал его который ну способствовал собственно нахождению тови будущей невесты наконец была обретена с помощью архангела рафаила и чудесная рыба с помощью которой возвратившийся отрок исцелил своего отца и обратим внимание на то как собственно выглядит в римский период мадонна фигура ее становится более монументальной все внимание зрителя сосредоточено на центре композиции композиция упорядочена образ мадонны изображен на вот таком возвышении на постаменте и в ее движениях присутствует ну вот такое достоинство и гордая осанка все вот эти приметы когда уже не вот такая естественная радость матери юной любующейся своим младенцем но величественность матери божией это приметы сложения высокого стиля высокого возрождения в 1513 14 годах Рафаэль создает вот то самое знаменитое произведение также монументальных размеров как и мадонна дефолинья размеры этой картины 265 на 196 сантиметров и мы видим опять-таки как меняется характер образа мадонна здесь уже не сидит а шествует шествует по облакам ее рядом с ней изображены фигуры святых ну собственно монастырь был посвящен святому сиксту поэтому здесь появляется фигура святого сикста намек на папу римского представлен папской тиарой и святая варвара которая сопровождает вот это чудесное видение которое открывается зрителю когда распахиваются вот эти завесы мадонне фалиндио мы видим здесь вот такие облачные лики херувимов но изменяется сам облик марии это уже не вот там простая естественная форентийка это образ идеализированной возвышенной мадонна ступает по облакам обратим внимание на то что ноги мадонны в тени тогда как облака выдали на светом это создает впечатление что облака буквально несут ее на себе навстречу зрителя она несет на руках младенца словно протягивая его обращая его к миру как будущего спасителя удивительно здесь и лиц самого младенца который выглядит совершенно вот таким недетским снабжен недетским взглядом младенец смотрит 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 на зрителя здесь отсутствует даже традиционно благословляющий жест то есть будущая вот эта миссия Христа спасителя через его жертвенную смерть на кресте она здесь ну вот таким характером жеста мадонны протягивающей своего сына она здесь как бы предсказана ну и композиционно также расположил мастер внизу фигурки вот таких задумавшихся ангелочков абсолютное равновесие абсолютная упорядоченность композиция величественность образа который здесь уже наделен вот такими чертами идеализации безусловно также являются приметами стиля высокого возрождения создавал Рафаэль и образы святых ну в частности мы можем обратить внимание на лондонский образ святой Екатерины Александрийской в котором тоже еще много вот такого кватрочентистского в характере поворота в таком молитвенном взгляде вверх ну в самих очертаниях фигуры видят влияние открытой в 1506 году да собственно в этот период во многих произведениях так или иначе это влияние можно увидеть открытой композиции скульптурной группы эллинистического периода Ла Хаон с сыновьями к более позднему времени относится собственно к римскому периоду вот эта композиция представляющая ну вот такую тему видения чудесного такого мистического носит название композиции экстаз святой Цицилии фигура святой расположена в центре мотивы которые здесь представлены это мотивы музыки божественной музыки ангельской образы музицирующих ангелов открываются святой Цицилии через вот такое отверстие буквально в облаках ну в решении этой композиции мы собственно видим опять-таки сдержанность выражения то есть вот такой активная жестикуляция для высокого возрождения абсолютно не характерны величественность сдержанность абсолютно ничего что может отвлечь от главного от сути представляемых образов направление взглядов обратим внимание на эту композицию намечает основные линии да мы видим что направление взглядов различается и лишь одна святая Цицилия поднимает лик к вот этому видению чудесной музыки на земле живомок святых расположены вот так тщательно виртуозно написанные но не рукой Рафаэля а художником из его мастерской а работая в Риме Рафаэль имеет большую мастерскую в которой принимают участие многие художники являвшиеся его учениками и в дальнейшем собственно принципы его работы его творческой в своих работах также развивавшие в данном случае художник Джованни Даудзино мастер который вот так с такой северной поистине тщательностью выписывает натюрморт из лежащих на земле музыкальных инструментов конечно в творчестве Рафаэля особое место занимают образы его современников наш цикл называется художник-современники эпоха собственно эпоху мы можем увидеть через портретные работы мастера в частности ранние его портреты принадлежат еще умбрийскому периоду когда он работает при урбинском дворе интересная история вот этого портрета который по-разному собственно атрибутировался но в последнее время исследователи склонны высчитать работы Рафаэля представляет он очевидно портрет супруги герцога гидобальда Монтефельдра Элизабетта Гонзага практически фронтальное расположение полуфигурной композиции мы видим интересную деталь это такое украшение на шнурочке которая украшает чело Элизабетты Гонзага. Ну и, собственно, Элизабетта известна была, почиталась современниками, наиболее образованными среди них, как женщина вот такая чрезвычайно добродетельная, изысканная. Не случайно этот портрет иногда связывают с тем портретом, который, ну, вот такой один из деятелей культуры того времени, Бальдосары Кастильоны, подвязавшийся при Урбинском дворе, отправляясь в дипломатическую миссию в Лондон, захватывает с собой этот портрет, то есть есть версия, что данная работа принадлежала Бальдосары Кастильоны. Причем прячет его под зеркалом. Считается, что, ну, собственно, это известный факт, что Бальдосары Кастильоны был чрезвычайно, ну, увлечен, собственно, Элизабетты Гонзага и влюблен в нее. И таким образом вот связывают историю с портретом, с путешествием Бальдосары Кастильоны, в которое он берет этот портрет, закрывая его зеркалом. И, глядя на свое отражение, таким образом, да, вот его взгляд соприкасается и с обликом Элизабетты. С этой историей, с зеркальным портретом связана и такая легенда о некоторых сонетах, о двух сонетах, написанных Бальдосары Кастильоны, которые, как считают, собственно, тоже хранились под вот этим, под поверхностью зеркала. Вот такая интересная история, хотя на самом деле история этого портрета, она еще не до конца известна и не совсем понятна, тут ли портрет возил с собой Бальдосары Кастильоны, либо какой-то другой меньшего размера. К, очевидно, вот такого молодого человека считают этот портрет представителем семейства Роверы, молодой человек с яблоком, в котором мы видим, что оказывает влияние на композицию портрета. Безусловно, это Мона Лиза Леонардо да Винчи. При почти вот таком фронтальном расположении лица, трехчетвертой поворот туловища, пейзаж, расположение рук. Композиционная схема, опять-таки, она пирамидальна, что тоже восходит к композиции Джакомби Леонардо да Винчи. Ну и, собственно, во флорентистских портретах Рафаэль эту схему в основном удачно варьирует и применяет во множестве композиций. Таковы, например, портреты Аньолы и Магдалены Дольны, свадьба которых состоялась в январе 1504 года. И, возможно, вскоре после этой свадьбы, собственно, художник начинает работать над портретами. Портреты, очевидно, были объединены общей рамой наподобие вот такого диптиха. Поскольку и таким образом вот эта линия пейзажа, которая едина, собственно, для двух картин, как раз это единство, и связывала портреты, когда они, ну, очевидно, были объединены, собственно, вот таким общим обрамлением. Аньолы Дони сам по себе чрезвычайно интересен, потому что это такой, ну, в общем, образованный человек, чрезвычайно интересовавшийся искусством, имевший коллекции древностей. Помимо Рафаэля он делал заказ, например, Микеланджело, знаменитая круглая форма композиции «Мадонна Дони» была выполнена, Микеланджело пользовал заказу. Ну, он был, занимался, собственно, практическая деятельность, его была связана с торговлей тканями, то есть это такой процветающий купец. И Джорджи Вазари говорит нам о том, что был он, в общем-то, достаточно скупым во всем, что не касалось искусства. Когда речь шла о художественных заказах, здесь щедрость Аньолы Дони не знала границ. Интересна его супруга, которой здесь не больше 16 лет. Подчеркнута ее юность и вот этим таким юным деревцем, тоже такого еще перуджиновского типа, которое мы видим в пейзаже, напоминает своим построением Мону-Лизу, Джоконду, но совершенно очевидно, что здесь мы видим больше конкретных примет. Роскошный характер одежды Магдалены, украшения ее, в том числе вот такая подвеска с изображением единорога, которая намекает на добродетели Магдалены, в частности, на ее целомудренность. Рафаэль не идеализирует свою модель, но в то же время, собственно, вот эта большая конкретность, большая яркость цветов, безусловно, говорит нам о том, что отличает эти портреты от работ Леонардо. Портреты расписаны с обратной стороны, другой рукой, очевидно, они должны были быть установлены таким образом, чтобы зритель мог видеть как лицевую сторону, так и обратную сторону картины. И, собственно, сюжеты, которые здесь изображены, они взяты из произведений. А видя, в частности, представлена здесь история Девкалеона и Пирры. На обороте портрета Ангиола Дони видим совет богов, которые решают уничтожить человечество. Внизу мы видим залитую водой землю, из которой только возвышается гора Парнас с храмом на ней. А на второй композиции снова появляется этот храм. Ну, давайте вот я постараюсь его указкой показать. Собственно, вот он здесь и вот он на второй композиции. И вот такие Девкалеоны и Пирры, которые бросают себе за спину кости земли, камни, и за их спиной вырастают новые поколения мужчин и женщин. Таким образом, собственно, с идеей плодовитости, очевидно, такую благопожелательную символику эти росписи несут. Весьма примечательная история так называемой «Дамы с единорогом», которая первоначально, в общем-то, была известна как образ Екатерины Александристой. Считали ее работой «Круга Перуджина», считали ее работой Ридольфа дель Герландаю. Пока, хотя что-то такое рафаэлевское в ней, в общем-то, угадывалось. В частности, видели связь с рисунком, который хранится в Лувре, который, в общем-то, действительно напоминает ту самую композицию портретных картин Рафаэля этого времени. Ну и когда в 30-е годы была предпринята реставрация картины, были удалены вот эти поверхностные записи. Первоначально было сделано рентгенологическое исследование, которое показало, что под накидкой Екатерины Александрийской и под изображением орудия ее мученичества, атрибута ее мученичества колесом, скрывается вот такой единорог. Картина была переведена с дерева на холст и, соответственно, открылась миру, как вот такая замечательная работа флорентийского периода Рафаэля, чем подтвердилось предположение, сделанное искусствоведом Роберто Лонги. Но надо сказать, что картина и по-прежнему скрывает некоторый секрет. Под единорогом еще ниже есть слой живописный, в котором изображена собачка на руках у дамы. До этого изображения, собственно, красочные слои снимать не стали. Ну и в других работах мы также увидим близкое решение, так называемое Немая, «Донна Гравида», «Портрет беременной женщины». Совершенно меняется характер портретных работ Рафаэля, которые он выполняет позже, уже в римский период. В частности, это такие работы, как «Донна Вилата» и «Портрет Бальдасары Кастильона», того самого благородного придворного, который, собственно, написал книгу в свое время о придворном, которое увидело свет в 1528 году. И мы видим, что вот эти конкретные приметы, даже пейзаж, все уходит. Остается главная сосредоточенность внимания на образе человека. Сама осанка, сам взгляд меняется. Теперь не только портретное сходство стремятся мастера передавать, но передать вот этот момент, который переживает их модель. Фон становится нейтральным, краски более сдержанными. Но вот это колористическое решение оказывается чрезвычайно изысканным, как в случае мужского портрета, так и в случае женского. Заказчиками Рафаэля в этот период выступают, безусловно, главные лица римской церкви. Это и кардинал Бибиена, для которого Рафаэль также декорирует ванную комнату. Портрет выполнен с участием в мастерской Рафаэля. Это и великолепный портрет папы Льва X, происходившего из семейства Медичи, с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Джулио Медичи, фигуру его мы видим слева, это будущий римский папа Климент VII. Ну, история, собственно, портрета чрезвычайно интересна, потому что, когда портрет был готов, он был отправлен в качестве такого дара родственнику, родственникам Льва X, герцогу Лоренцо Урбинскому, на его бракосочетание с Мадлен де Латур, француженкой, родственницей короля Франциско. Таким образом, римский папа, который не мог присутствовать на этом бракосочетании, присутствовал в образе этого портрета. И, опять-таки, торжественность позы, значительность взгляда, детали здесь тоже, собственно, говорящие. Они рассказывают нам об увлечениях римского папы, перед ним раскрыт монастрифт и стоит вот такой чудесный серебряный колокольчик. Современники обращали внимание также на вот этот такой заоченный шар на троне, на кресле римского папы, в котором отражается комната, отражаются фигуры. Но, возможно, он несет и символический смысл, намекая на родство римского папы с семейством Медичи, откуда он происходил. А в геральтике Медичи на их гербе присутствовали золотые шары. Ну, собственно, вот этот портрет женский, также римского периода, связывают традиционно с образом возлюбленной Рафаэля Форнарин, прекрасной булочницы. Хотя, ну, опять-таки, тоже здесь остается множество вопросов. Важным заказом, который выполняет Рафаэль, собственно, это главная его деятельность на благо римской церкви по заказу римских пап, для которой он и был, собственно, приглашен первоначально. Это росписи ватиканских станц, папских покоев. Соответственно, начинается работа с росписи станца Дела Синьятура. Ну, станца буквально это комната, то есть это не пространство публичное, но ограниченно публичное. В основном предназначались эти покои для непосредственного пользования и самим папой римским. Станца Дела Синьятура представляла собой кабинет и библиотеку римского папы. И программа росписи здесь представляет разные сферы духовной деятельности человека. Религию, философию и искусство. Так, с темой религии связана фреска, которая получила название, собственно, название это благодаря Вазаре появилось, диспута, спор о таинстве святого причастия. И мы видим вот тот самый складывающийся стиль Высокого Возрождения в упорядоченности композиции. Центром здесь является изображение Духа Святого. В центре композиции внизу расположен престол, на котором дара носится. И окружают этот престол, соответственно, прежде всего, учителя церкви, святой Иероним, Григорий Великий, Амбросий и Августин. И множество других фигур. Общий замысел цикла – это утверждение идеалов добра, истинной красоты. Соответственно, истину представляет в этом цикле фреска «Афинская школа». Сцена построена по законам центральной линейной перспективы. На ступенях, ведущих к вот такому великолепному архитектурному сооружению, которое отсылает нас и к античности, и одновременно напоминает о строящемся в это время соборе Святого Петра, время, проектируемом Браманте, родственникам Рафаэля. Словно на сцене мы видим на ступенях лестницы перед этим величественным сооружением фигуры философов древности. Таким образом, вся история философии предстает здесь как такое единство. Единство противоположностей, единство в многообразии. Согласно традициям того времени, Рафаэль вводит в композицию множество портретов своих современников. Так, в частности, в главных фигурах, в центре расположены фигуры древнегреческого философа Платона и Аристотеля. Они держат в руках знаковые работы. Значит, вот такой диалог тимей у Платона и этика у Аристотеля. Характер их жестов передает, ну, вот таким символическим образом намекает на суть учения обоих философов. Так, Платон, в влучении философского Платона, главное место занимает мысль о первенстве идеи. Ну, и таким образом, вот этот жест, обращенный к небу, намекает нам на мир идеального. Тогда как Аристотель с этикой, напротив, простирает руку вдоль земли, интересуясь, ну, собственно, наукой, познанием, эстетикой и прочими видами деятельности человека. В образе Платона видят портрет Леонардо да Винчи, тогда как философ Гераклит, сидящий на переднем плане, выглядит он задумчивым, собственно, погруженным в размышления, сидит, облокотившись на куб, видят портрет Микеланджело. Наконец, Эвклит, который что-то чертит циркулем, представляет нам образ Браманта. Зоруастр с вот такой сферой небесной, это портрет Пьетро Бембо. Ну, и, наконец, образ самого художника, позже нашел здесь свое место. Третья фреска в станции де ла Синьятура называется Парнас и представляет нам торжество красоты. Парнас – это место, где обитают Аполлон и покровительницы искусства Музы. Представлены здесь и фигуры великих поэтов. От поэтов древности, мы можем видеть здесь образ вот такого слепого старца, великого поэта древности Гомера, до, ну, почти современника художника Данте Алигьери. Обратите внимание на бога Аполлона, он играет на лире, но это не античная лира, а это лира добраччо, струнный инструмент, который был распространен во времена Рафаэля. И таким образом, очевидно, символически, ну, осуществляется вот такая связь, да, между древностью и современностью. Станция Делиадора, которая расписывалась чуть позже, это помещение, которое было предназначено для аудиенции римского папы, и отмечается здесь, собственно, усиление вот такой уменьшенности контрастными эффектами световыми, в частности, более энергичным движением, поскольку Рафаэль здесь сталкивается уже с новыми влияниями, да, прежде всего это влияние Микеланджело и венецианских мастеров. Ну, поскольку времени у нас не очень много, да, мы просто обратимся к этим композициям и посмотрим, как они выглядят, да, то есть здесь, там было такое ровное рассеянное освещение, максимально представленное в афинской школе. Здесь же мы видим вот такие контрастные способы освещения, где в темном пространстве появляется источник сильного резкого света, в частности, фигура ангела в сцене изведения из темницы апостола Петра. Ну, в дальнейшем работа по украшению станций продолжалась, но в более поздних станциях значительно увеличивается количество, ну, не количество, а, собственно, доля участия учеников Рафаэля. Помимо вот этих главных римских заказов, Рафаэль выполняет и частные заказы, в частности, для банкира рода Массиены, крупнейшего, собственно, в мире финансов того времени в Риме, Агастина Киджи, он с помощью учеников, опять-таки, декорирует лоджию Психеи, так выглядит, собственно, сама вилла Формезина на берегу Тибра, и лоджию Галатеи. Собственно, образ Галатеи – это вот такой триумф любви. Это нимфа, красавица, которую увлекут по волнам, такие дельфины, тритоны, и представляет она вот такое абсолютное совершенство красоты. Интересно здесь определить метод работы Рафаэля, который как раз связан в этот период с идеализацией. Ну, в частности, в письме, обращенном другу графа Бальдасара Кастильоне, на вопрос последнего о том, где же Рафаэль берет таких красавиц, Рафаэль пишет следующее. «Я скажу вам, что для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц, при условии, что ваше сиятельство будет находиться рядом со мной, чтобы сделать выбор наилучший. Но ввиду недостатка, как в хороших судьях, так и в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль. Имеет ли она в себе какое-то совершенство искусства, я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть. Таким образом, мы как раз можем понять, что помимо вот этих естественности наблюдения красоты в природе, мастера высокого возрождения пользуются также той самой идеей, тем представлением о прекрасном, которое позволяет достичь образов более совершенных. Для Агастина Киджи Рафаэль также создает оформление капеллы Киджи с вот такой росписью свода. Ну и интересно также последнее произведение мастера. В частности, эта композиция представляет нам преображение. Рафаэль объединяет здесь два сюжета. В верхней части он представляет, собственно, вот эту историю преображения явления Иисусом Христом божественного лика еще до его смерти на горе Фавор избранным апостолом, которые его сопровождали. А внизу здесь представлена сцена, когда к апостолам приводят вот такого одержимого бесами мальчика для исцеления. И без Христа они не могут, собственно, совершить этого чуда. И посмотрите, как контрастна эта композиция. Вверху абсолютная упорядоченность. Источник световой – это фигура Христа. Отрываются от земли вот эти фигуры пророков, Моисея и Илии. Фигура апостолов словно прибивает к видениям вот этим невероятным к земле. То есть абсолютная вот такая уравновешенность, композиционное и спокойствие, и торжественное величие. Тогда как внизу разнонаправленные жесты, контрастное освещение, вот эта напряженность и смятение, которое царит в рядах апостолов, переданы композиционно. Ну и, собственно, отметим также еще важные направления деятельности Рафаэля. Это, собственно, и проектирование собора Святого Петра, к которому Рафаэля привлекает римский папа после смерти Браманте, который начал, собственно, проектирование этого собора. Это и участие Рафаэля в проектировании ряда римских палаццо. Это и созданы в 1518-1519 ватиканские лоджии, расписанные гротесковыми мотивами. Таким образом, это и, ну вот, собственно, Вилла Мадама, один из архитектурных проектов с участием Рафаэля и его учеников. Наконец, он был назначен и комиссаром римских древностей, то есть был в составе, возглавлял археологическую комиссию, которая занималась изучением и охраной, собственно, памятников античности. Рафаэль умер совершенно молодым. И надо сказать, что это, конечно, было, в общем, вот таким преждевременным абсолютно уходом. Похоронен он был в римском пантеоне, и на его надгробии начерканы были следующие слова, выражающие отношение современников к фигуре этого мастера. Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденным, а после его смерти она боялась умереть. Спасибо за внимание. Я вижу, что там поступили вопросы, да, что-то связанное с предшествующей презентацией. Да, так, значит, некорректно скачивается. Ну, вы знаете, собственно, у меня на другой сейчас, и в другом месте записана эта презентация. Давайте как-нибудь я в ссылках к записи этого вебинара постараюсь ее опубликовать. Презентация сегодняшнего дня абсолютно также доступна для скачивания. Ну, надеюсь, что она скачается более корректно. Коллеги, я хотел бы поблагодарить всех за участие в нашем сегодняшнем вебинаре. И прежде всего поблагодарить Марину Георгиевну. Я надеюсь, частично я ответил на ваши вопросы. Я, правда, не совсем понимаю, где мы можем обменяться. Я бы предложил ссылку дать в нашей группе в Фейсбуке, в группе Директ Академии. Как только я от Марины Георгиевны получу ссылку на презентацию, я тут же дам ее вот в этой группе. Сейчас я вам ее... Не в группе, прошу прощения, а на страничке нашей, на страничке Директ Академии. Вот здесь. Ну что ж, я еще раз всех благодарю и приглашаю на наши вебинары, которые должны состояться в ближайшие дни. Напоминаю, что завтра целых два вебинара у нас пройдет. В 12 часов мой вебинар, посвященный бесплатным инструментам, последний вебинар трилогии. И в 15 часов вебинар Марина Орешко. Всего хорошего. До новых встреч.